Всем привет, друзья, с вами Коржик, это Игра Русская Рыбалка 4, и сегодня мы попытаемся половить на озере Медное, на мои любимые катушки Адриатики. Очень часто люди спрашивают, мол, если у меня есть лишь всего лишь Адриатики, смогу ли я половить на Медном? Я скажу, что скорее всего да, и мы даже сегодня с вами это проверим. Почему? Я думаю, что можно сейчас ловить на Адриатики, потому что до сих пор игроки не поняли, как работает эта оснастка новая Зик Рик, и мне кажется, пока мы ее не поймем, здесь трофейную рыбу мы ловить не будем, то есть большие веса, больших весов мы ловить не будем, поэтому на Адриатики спокойно вполне сейчас можно отловиться. И во-вторых, пока все игроки выполняют задания юбилейные, вот эти вот разные, кстати, почему они называются юбилейные, непонятно, то рыба на Медном стоит дорого, поэтому пока есть возможность, пока у вас есть катушки, даже если они у вас слабые, такие как Адриатики, ну, конечно же, они должны быть у вас апнутые до 9 килограмм, это обязательное условие, то приезжайте и ловите рыбу, но, конечно же, самое еще раз главное условие, это у вас должна быть открыта оснастка поп-ап, потому что без нее будет реально сложно, я не знаю, на что здесь можно ловить, если у вас оснастка поп-ап не открыта, ну, с премо-аккаунтом, с нового, с нулевого аккаунта можно быстро это выкачать, буквально там за 2 дня, наверное, реальных, или за 3 хотя бы. Сегодня я буду ловить на Адриатики, и чтобы, ну, результат был понятен, что я точно ловил на Адриатики, вам придется посмотреть это таймлапс, где-то около минуты в ускоренном темпе, вы это все увидите, я простою здесь ровно час в ускоренном темпе, вот, и мы посмотрим, что же у меня получится. Скажу еще по своему опыту, даже если мне сейчас клюнет карп какой-нибудь килограмм на 22, на 22,5, на 20, то на его уваживание уйдет минут где-то 12-15, не больше, это во-первых, то есть это вполне реально, на эти катушки я вытаскивал большую рыбу, и во-вторых, я поставил, получается, друзья, сюда такую вот, такой вот шнур на 15 килограмм, и мне влезло, друзья, 200, мать его, 50 метров. Чтобы вы понимали, здесь один квадрат, это 25 метров, если вы не будете стоять, как истукан здесь, и просто ждать, пока вас размотает рыба, куда-нибудь сюда вот уйдет, и если вы будете за ней ходить ножками, вот так вот ножками, 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 то вас невозможно размотать, этого шнура вполне хватит для Адриатики, вполне, вот. Если я поставлю здесь, например, свой рабочий шнур, который я здесь использую, это у меня здесь получается вот такой вот шнур, по-моему, на 26 килограмм, и если я поставлю свою рабочую катушку, вот, full metal, да, здесь 300 метров, бесспорно, в Адриатики 250, по-моему, всего лишь на 50 метров меньше, то есть моя рабочая катушка всего лишь на 50 метров больше. Возвращаем обратно Адриатику, возвращаем обратно шнур мой, который я буду ловить, если бы у меня была бы Адриатика, 15 килограмм, я ставлю. Вот, 240 метров, ну, 60 метров, ладно, на 60 метров меньше, но этого, этого, этой длины вполне хватит, чтобы вас не размотало. Даже если она сюда пойдет, вы вот сюда вот идете, метров 100 у вас разматывают, вы за ней идете, 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 даже если здесь вы ее встретите, где-то тут есть место, где уже все, нельзя идти, по-моему, где-то здесь, наверное, можно остановиться и просто рыбой управлять. Ну, вот, считаем, например, вот отсюда, раз, два, три, четыре, 100 метров. 100 метров, друзья, максимум вас может размотать, поэтому все, Адриатики вполне спокойно можно отловиться, я считаю это в теории, но сейчас вы это увидите на практике. Все, я начинаю, у меня монтаж будет такой вот, кокосовый крем, кокосовый нектар и вот такой вот у меня прикорм. Вот, вы видите, реальное время, сейчас оно ускорится в разы просто, за одну минуту посмотрите, потому что нужно, чтобы вы видели, что я ловил Адриатики, там ничего не махуливал, и посмотрим, что у нас вышло за один час. Все, я полетел, бенч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... так ну что друзья ровно один час прошел можно потихоньку потихонечку дети это выводы пусть палки валяются пойдем мы в магазин продавать рыбу узнаем что у нас получилось значит смотрите друзья сразу же хочу сказать что у меня был хороший большой огромный карпа по массе если выбрать 23 килограмма друзья вот она на 23 килограмма я вытащил на адриатику клюнул он ровно в час ночи достала его в пять ночи за четыре игровых часа четыре игровых часа это 10 минут всего лишь за 10 минут я его достал по износу у меня что получилось кстати вот можно быстренько на давайте через вот эту херню глянем по-моему это было на первой палке у меня сейчас мы глянем фрикцион нет не начали на 1 значит на у тут тут вот четыре процента износ был можно изнашивать до 15 вообще то если что начиная от 10 до 15 процентов можно задумываться о ремонте то есть примерно три таких карпа можно вытащить а ремонт стоит 70 монет всего лишь 70 монет но дело даже не в ремонте дело в том что я вытащил за 10 минут карпа на 23 килограмма при трофа на такую катушку как адриатика вот это первый вывод второй вывод что мы сейчас посмотрим по деньгам значит ровно я час отстоял вот час начал ловит об назад 700 монет у меня вышло 700 мать его монет 700 охренеть просто 700 монет вышла за один час божечки кошечки на адриатику блин вот делайте выводы сами по этим деньгам что я сказал чтобы я бы еще сказал посмотрите друзья у нас катушка адриатика 9 килограмм под нее нужен фидер или пикер прочностью 15 килограмм не меньше друзья вот 14 13 15 ну 13 на прям все же край это виллы просто 13 килограмм нам нужны фидер если вы прям новичок лучше 15 килограмм просто возьмите купите себе пикер или удилище фидер на если вас вообще денег нету какой-нибудь не знаю палмар сколько тут у нас он прочности глянем сейчас палмара мало значит этот у нас фантазия например вот фантазии уже можно взять 300 монет стоит но это чипом переходная палка будет лучше конечно пересей фидер взять например например полости поковыряйтесь окупите не особо важно что вы будете покупать пикеры какие тут самому пикера недорогие вообще-то они дорогие и у них прочности слабая как бы даже под отряд и код косарь нужен минимум поэтому если у вас денег нету покупайте все фидеры на 15 килограмм и адриатики если у вас они есть как бы уже вот и езжайте на медные это первое второе это обязательно нужна дуночная ловля вас открыто поп-ап оснастка конечно можно использовать и классическую волосяную то есть можно использовать тонущий бойл плюс кокос но у вас должен быть прокачивать прикорм прокачан прикорм например даже самое как тот же самый кокос где он открывается я не знаю честно нужно ковыряться по моему где-то где-то на процентах 75 и она открывается если не ошибаюсь а прокачать прикорм не тяжело прикорм прокачиваться с нуля до 100 процентов за полтора счастливых часа стоит это около 1600 монет если вы будете ловить только на бойл вам обязательно нужен прикорм если у вас прикорм не выкачан на бойл у вас клевать не будет если будет ловить на кукурузу то есть вот так вот вот на папа пас носку то тут даже на куку на кукурузу без прикорм а будет поклевать дорог до клев будет хуже на процентов 30 он будет хуже но все-таки клевать будет поэтому если вы собираетесь ехать на медное прокачайте прикорм прокачайте дуночную ловлю а потом уже езжайте даже со слабыми снастями такими как адриатика вот на сегодня все ну смотрите друзья 700 монет елки-палки блин по цене зиглянуть что у нас самое большое было красный черный бело-красный как караси карпы конечно же конечно же наш карп зеркальный громадный притров почти вот ну караси карпы до самые самые крутые вот монтаж вам показывал кокос работает хорошо работает также и карамель также и сливки также и малина короче все сладкое работает поэтому прям если прям вообще капец капец и прикорм не прокачан можете пробовать вловить на клубнику малину короче сейчас даже скажу скажу точно тут у нас телеграм-чате илюха вчера скидывал пост вот он написал что он написал можно сделать перезаход и половить на карамель или сливки или клубнику вот поэтому вот такие вот друзья вам как бы как это называется пища для размышлений а дрятики реально вполне спокойно справляются я стоял получается вот здесь вот если он пошел бы вот сюда вот сюда он пошел бы я прям понял боже все хана вот и я бы пошел бы получать за ним обходить если бы я здесь стоял вот крайняя точка и крайняя точка например ну пусть даже здесь будет вот тут вот сколько раз квадрат 2 квадрат 3 квадрат 4 квадрат ну по диагонали немножко больше бы пусть даже 5 квадратов будет 55 на 25 это получается сто двадцать пять метров как как мы помним у нас катушки в катушке нашей пердушки влазит 250 метров то есть даже если прям беда печали произошла и карп пошел в эту сторону просто делаем фрикционный 15 оббегаем и за ним идем вот сюда все так что на отряде куда же килограмм на 30 вполне спокойно можно будет достать все надеюсь видео было интересно по информативная на хрен вот всем спасибо ловите рыбу адрятику половить и денег заработайте пока никого здесь нету карп дорогой короче вот и купите себе потом уже ну как минимум как минимум хотя бы не знаю вот катушку на тору который вот советует сама игра когда вы покупаете себе турик 9 над натора на тора на тора вот она вот 6000 на что у нас здесь фрик 15 килограмм но вполне вполне нормально 3 200 стоит самая дешевая катушка научно волка и покупать она подешевле будет здесь цены завышенные прям серьезно завышенный ну треха блин елки-палки дорого конечно но это минимум это минимум вообще самый топ конечно это конечно же или винга 6000 на самый топ это 22 килограмма фрикцион она стоит двадцатку блин или это конечно же новая катушка которая авиа но у нее шпуля даже слишком слишком большая где она я не вижу где-то она должна быть я может слепой просто азимут рок платон платон руки джет тайга хер пойми где эту эвью искать блин а вот она вот она 5 500 стоит минут слишком много леска влазит прям слишком но тут пол километра лески влазит блин если что она избыточная для медного все друзья спасибо за просмотр до свидания